приветствую не знаю буду это видео вообще выкладывать нет ли так может если что будет интересно то выложу а так у нас полку прибавилось вот это те бритвки которые я вчера вам показывал вот моя бритвка плюс давайте сразу с этой ночного вот вот эту бритвку заказали она с уценкой ценка потому что широкий широкая кромка верхнем заточки выходит прямо на бушок и поэтому получается уголок поэтому сейчас ее заточу она заточена уже на жестко жесткое бритье обеспечено поэтому заточу на мягкое бритьем и слегка вот эти вот краешки все-таки посшибаю будет незаметно но они будут сшиблены но потом желательно если уточить то там с изолентой чтобы опять вот эти бушки у края не сшибать или без изоленты но края сшибать это для того делается чтобы по ремню не скоблило на именно поэтому и у ценки что у нас коблик так вот оно произошло всем и 2 бритвка этот которая не заточилась вот давал то есть как бы это сырая сталь кованая пакетно кованая вообще не закаленная но у него не закаленная уже стали там 48 лет спасли разумеял единиц это шаха 15 тут наверно побольше даже будет кто-то 50 будет сырой стали поэтому буду ее вот как-то пытаться выровнять вот эту заточку которая сейчас уже есть она нифигас не бреет ничего то есть надо будет обновлять все это дело и делать надеюсь что обойдусь без доп шлифовки все-таки попробую сырую сталь дам друзьям попробовать если у них будет такое желание то есть заценить но если опять же если получится не это заточить вот потому что там уже кромку видали какая как бы гуляющая ну ладно начинаю заточку вроде пока все все 15 готова заточил в принципе показывать нечего уже показывал но она теперь будет такая шустрячая прям надо кстати да протереть не зря вынуть вытащил за тут зеркальную часть кстати очень старинная ну как старинная по моим меркам если мерить потому как я появился в интернете то примерно вот после того как я появился там в конце пятнадцатого года я появился и самом начале в январе по моему шестнадцатого года я ее произвел мы раньше делит вы делал кстати вот хочу сказать бритвы для побриться сейчас я делаю бритвы для побриться и для то есть одновременно держу марку вот что раньше такие бритвы были просто что побриться ничего особенного ничего вычурного никаких супер красот никаких там супер делов еще 1200 слоев ну не знаю у меня тоже бритва 1200 слоев которые сейчас бреют нормально нормально со мной 2600 и бреют по-другому и точатся по-другому конечно же другой уровень совершенно но не знаю вот раньше я так выпускал но мне раньше всегда тапками кидали мол а у тебя бритвы какие-то там корявые дай мне тебя какие-то страшные там да еще что-то там такое вот неужели нельзя здесь было сделать вот так а здесь вот так вообще ужас какой-то вот а такие бритвы я делаю пожизненно принципе у меня дед делал бритвы он работал на труд ватча но бритвами труд ватча принципе по моему брился один раз одна бритва у него была ну брился несколько раз одна бритва у него была сейчас вспоминаю но я уверенно помню что бритва для себя делал он сам отдельно то есть он ее закрывал постоянно он ее и сталь подбирал под нее полноценную то есть все все полноценно делал но хотя вот оправа у него была такая ближе к стандартной хотя тоже вот сейчас даже покажу его праву кстати его бритву стырили одну бритву целиковую а вот за то что я нашел это вот оправа моего деда где клин не знаю может мы просто заготовил еще для того чтобы эта мастика для того чтобы собрать это оправа моего деда то есть цельную бритву украли при переезде а вот эту я нашел с тех пор она у меня лежала давно тут дали могу я вот начал копать интересно вот откопал вот так они раньше сами для себя бритву изготавливали то есть хотели качественную вещь то изготавливали сами для себя у нее щетина тоже была как у меня дубовая поэтому его тоже не устраивали вот эти вот серийные эти варианты поэтому изготавливал как вот я для себя сам что ж это будет самый последний момент с этой бритвой я не знаю сегодня даже дойдут ли до нее руки но я за него возьмусь обязательно мне интересно как сырая сталь заточиться если заточиться как она будет брить а пока приступаю уже вот заточки вот этих бритв и начну-ка я все же вот с тех что на сайт а потом уже до себя любимого дойду что же рассказываю случай который случился становится только что ко мне случайно негаданно нежданно без вам как как обычно звонок происходит тут нет приезжает ко мне человечек который живет но он раньше россии всю жизнь прожил а потом как-то когда я был ему по моему 38 лет он уехал в европу вот и там проживает себе но там у него были как получилось там ему там досталось очень по наследству по мелочевке маленькая такая конура как говорится но какая-никакая но все же ему там вроде бы нормально он не хочет там весело жить но нормально дело не в этом вообще-то другая уже тема так вот он у меня как-то разок взял бритвку дает не бритвку там спрашивали ее продал после этого он уже не продал фиг за сколько этих бритв штук на минимум 200 за все время минимум и это я вот сегодня спрашиваю но ты там чё рекламу выпускаешь там как нет могут какая реклама будет одну бритву продал попробовал один человек офигенно говорит рассказал другому тот тоже хочу бритву тот третьему четвертому в общем сарафанное радио заработало так что вот до сих пор будешь ну что получилось то он ко мне приезжает будет блин дай срочно хотя бы пару штук а так вообще мне ну тут принципе уже заказ вот тебе нарисовал ну пару штук то пару штук ему так выдаю а он такой смотрит а там на бушке полосочка за точки маленькая такая на коленах кстати причем то есть вот тут вот полоска идет то есть от бушка затачивалась бритвка она еле заметно и все но она есть в такой вот и что такое его так это бушка затачивал чтобы там без за лентой всего могут у нас это не прокатит я вообще чуть не сел игра что такое будет у нас там если увидят вот что-то бушка заточенные бритва то есть это подозрение в первую очередь и многие сразу сомневаются скажут а у вас нету которая нету бушка затачивалась от слоя изоленты но и как-то по-своему это по нашему тут изолента звучит так вот и поэтому он у меня нифига с не как выбрал там одну бритвку мы нашли ему которая была не че за бушок нету бушка заточена а вот изоленты вот так вот одного слоя вот так вот и он ее забирает сразу такой моментально бам денежку все такое плакать вообще интерес например стоит бритва там 27 с какими-то там копейками 27000 такой 27 это это почти 30 до 1 на 30 вот так вот платит на как-то диковато конечно но это постоянно так так вот он говорит вот это смотри сейчас это бритвки которые будем изготавливать там это то есть они будут опять без оправ но клиночки должны быть уже с подготовленной кромкой вот и будет этот обязательно говорит на круги там и обязательно вот это за за лентой я сейчас такой думаю блин а чё же я-то мозгу так они фоли то есть ну кому это делаю но сделал я то бушка ну и что дальше бритва лежат на сайте то есть точнее на складе они лежат там мертвым грузом и кому я угодил а сейчас бы они меня все ушли строить и все вот из последних там пример полгода а я просто груду это взял бы и сейчас продал причем по завышенной цене вот так вот я что-то сейчас так умекал кумекал умекал кумекал а круг это кстати он виду круг это круг вот посмотрите там у немцев я свое оборудование люблю засвечивать как пленку светить как говорится вот например у тех же немцев там такой вы видите большой круг здоровенный на котором они делают вот эту предварительную кромку вот у меня такой же круг только у немцев в тысячу грит округленно вот этот круг закатанный весь такой но тысячу грит у меня такой же круг 3000 грит заказанный стать в той же германии вот у меня не один заказанный там один не закажешь и вот смотрите что получается видите кромка она всегда делается шире на эту круги хочет этого не хочешь она делается шире чем я примерно камня бы сделал но условие прям такого такого что ты на круге делаешь с изолентой и потом уже на камнях либо я у тебя их не беру вот так вот потому что у меня их просто тупо идут не возьмут и поэтому даже вот такая вот за . даже вот такая вот вышла это потому что будет кончик должен прорабатываться а я на я думаю ну ладно вот так вот вот отсюда не работает отсюда начинает ну мол царапаться не будет нет пускай широкой будет там за . пускай какая угодно она будет но главное чтобы она была на круге сформирована потому что сверх точное формирование такая кромка то есть формируется кромка сверх точно на камне там как-то он тут прижался тут не прижался тут так проехал тут так на круге это делается просто идеально и поэтому вот и сейчас решил все бритвы заточить так во первых более четкая за . она начинается более рано вот отсюда и более поздно заканчивается вот тут они где-то вот здесь примеру это раз но во вторых мало ли может заберут когда нибудь вот так понадобится срочно но мне их сразу все сметет вот как то так ладно чё поехал дальше точить от круга начиная вот так вот вот эту бритвку я просто хочу сказать что заточил тоже с одним слоем изоленты как все сейчас начал делать но без округа первоначального выравнивающего для чего чтобы заточка осталась максимально тонкой то есть там еле заметный это для любителей тонких заточек вот этих вот тонких ниточек только где вот они покажите мне где все как-то любители а что-то бритовки лежат на складе ни одного любителя не нашлось эту супер тонкую заточку вот а так с остальными сейчас буду кругом пользоваться принципе кругом вот так вот тут пример будет уже за . будет прям глаза бросаться прям то есть все будет реально видно но не будет она широкой но она все-таки уже нет какой-то измербау который ниточка тонюсенькая вот как-то так все спрашивают меня почему не затачивает блин мне своих в дос это просто вот реально в дос это я еще у друзей беру затачивать то есть мне еще там хватает ну там не знаю как это просто иногда из-за радости ну как бы вот так вот а чтобы еще на этом как-то колынеть это уже когда я бритву делать буду даже не знаю ладно чем дальше погнали и так готов сделать резюме как бы затачивала я сейчас вот и дамаски и бритвы и свою 8 вот когда затачиваешь только одни дамаски или одни примеры моносталь какие-то там из моностали то есть ну особо разницы не понимаешь но есть что-то вроде да что-то как-то всегда после заточки дамаска как-то настроение выше а вот когда я сейчас затачивал дамаски и после всех уже затачивал бритву где резкость есть да бритву из-8 вот разница просто вообще просто колоссальная в чем и она объясняется затачиваются они принципе по скорости примерно одинаково примерно одно и то же по ощущениям залипанию там ну вот как бы тут разницы нет но дамасская бритва выдает такую остроту просто волос так вот подносишь способ сознатлетел тук отлетел тук хотя я даже половина бритв даже не коснулся борда то есть бритвами борда не коснулся первыми каким-то двумя вот коснулся остальными нет даже не понимаю нафига это надо для них волос это как воздух то есть так вот и нету просто волос он даже не чувствуешь вот этого что там он тому то есть сопротивление какой-то микро этот что он уперся что он там что-то режется он просто подносишь а волос уже нету все отлетел что не могу сказать про 8 до рубит волос трогает все дела все хорошо ну блин такой остроты нет поэтому я немного даже расстроен тем что все таки моя вторая бритвка вот у 8 даже вот так вот да она прекрасно да она удобно да она классная все заточку за победил прям поширше помощней то есть потом подвод сделал блин все дела но нафиг нафига ну как нафига чтобы знать вот та дамаская ухлопанная угробленный вообще просто в хлам намного интереснее затачивается намного интереснее острота намного прям намного да конечно вот я не знаю под рукой нету вот сейчас взять пример там импортный вариант да вот этот 8 конечно она выигрывает даже по той же остроте изначальный ясное дело что она потом не будет садиться но как я раньше выражался моно и дамаск небо и земля пипец ладно живем увидим скорострельных таких выводов особо делать не буду но вот факт есть в общем вот так вот прошел мой день за кирпичами вот с кирпича на кирпич с кирпича на кирпич и сейчас вот уже принципе я уже умотался конкретно но ради спортивного интереса попробую вот это вот зафигарить сразу на круг правильный так сказать который кромку задает четкую и на камушке пущу не знаю получится ли что так просто ради интереса заодно протестить можно если за вдруг заточу вот заточилась несмотря на то что кромка вы было где-то далеко я думал вообще еще никогда не найду закатанная такая один слой изоленты он еще не осталось даже полоса 16 серии будет вот на формирующий кромку круг по камням после этого круга стандартный вариант все волос фигаре ток в путь по ощущениям по ощущениям точилась когда один в как начало девятнадцатого века бритвы любые вот это у меня не закаленная сталь шаха 15 кованая не закаленная вообще просто заготовка сырая попробую побриться будет даже интересно насколько я хватит вообще интересно просто будет она и волос как-то фигарит прям короче говоря набор волос как-то не лучше прямо дотронулся отпал а его так все растрагивает на две части шук 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 вот так вот так что буду тестировать сырую бритву еще добавок будет чем заняться ладно и тут привезли заготовок ковать так что вот мне на завтра в кузницу работы дофига притащили ну я уже успел все здорово обидно только за свою бритву ну ничего муж как-то пока привыкну жаль конечно что у меня не дамаска ничего будем думать и гадать будем пробовать мотать все на этом все чувствую видео наружу затянется конкретно поэтому что-то я еще много чего хотел сказать но блин я уже не из головы все уже тут вывели то есть одни приехали тут бла-бла-бла другие бла-бла железками тут еще вот как бы так вот ладно все я побежал вот денежку зарабатывать на этом я не зарабатываю вот к сожалению и поэтому на этом все спасибо за терпение что терпите смотрите меня увидимся будет что показать